Статодинамические упражнения для пронатора Это упражнения, которые, как правило, нужно очень точно и правильно выполнять С чем это связано? Связано это с тем, что если вы неправильно будете выполнять это упражнение Вся нагрузка будет припадать на те партии мышц, которые, скажем, более тренированные А те, которые нет тренированные, они будут как бы не задействованы Вся суть вообще РВСНГ заключается в том, что мы во время борьбы включаем многосуставные движения Эти многосуставные движения одни заменяют другие То есть одни поддерживают другие, даже можно не заменять, а поддерживают другие Поэтому статодинамик для супинатора выглядит следующим образом Если мы говорим о пронаторе, то упражнения статодинамические на пронаторе То есть нам нужно закрутить пояс дзюдо или лямку вокруг пальца большого Подтянуть на себя, следующим образом, вот так И выполнять вот такое движение Сделаем такое движение, чтобы не было это вот так А вот приблизительно на третье движение И удерживаем 30 секунд Таким образом, чтобы отягощение, которое мы выбрали, напрягало нам именно пронатор Вот так Если мы чуть-чуть повернем руку вот так Уже мы с пронатора переходим на плечи лучевые Это очень важно Во время удержания вот таким образом Плечи лучевые несколько выключаются Включается бицепс, но при этом работает пронатор Обратите еще раз внимание Такое положение руки нам дает возможность на плечи сделать упражнение Из типичного упражнения динамичного на статодинамическое То же самое здесь Чуть-чуть проворачиваем кисть Чуть-чуть И удерживаем 30 секунд Если мы сделаем вот таким образом Мы уже напрягаем плечи лучевые Если мы чуть-чуть отворачиваем кисть У нас напрягается пронатор Держим 30 секунд На левую, на правую руку Таких три серии После чего 10 минут перерыв Продолжение следует...